Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-канал на Афинам.ФМ. Теперь время бизнес-класса. Тема сегодняшнего эфира – как строится бизнес в сегменте лакшери. У меня в гостях Татьяна Познякова, президент компании BSG Luxury Group. Татьяна, добрый день. Добрый день. Напомню, уважаемые слушатели, вам на всякий случай напомню, что есть телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код города 495. Есть сайт компании финам.фм. И вы можете, как всегда, к нам присоединиться, позвонив, написав, задать свой вопрос Татьяне или прокомментировать собственную точку зрения по поводу сегмента лакшери. Насколько востребован он, по крайней мере, на ваш взгляд. И, начиная эфир, Таня, смотрите, у нас только что закончился предыдущий эфир сухого остатка. Мы разговаривали о проблемах регионов, российских регионов. Обсуждали, насколько они достаточно финансируются из федерального центра или, может быть, есть какие-то скрытые резервы. Сегмент лакшери и регионы. Вообще, это вещи совместные, совместимые в Российской Федерации? За последнее время, несомненно, да. И мы видим очень серьезный всплеск активности сегмента лакшери именно в регионах. Особенно выделяется... А за последнее, извините, за последнее время это что значит? Приблизительно 3-4 года. Посткризисные 3-4 года. И посткризисные, и когда мы видим активный рост модных дорогих отелей в регионах. В частности, если взять Екатеринбург, то я бы сказала, что это передовик развития отрасли лакшери именно регионального характера, если не говорить о Москве и Питере. Потому что, конечно, здесь мы уже, я бы сказала, о лакшери. Такое странное для многих понятие, но мы избалованы вниманием лакшери марок к Москве в частности. Поэтому на сегодняшний день, конечно, видна огромная тенденция развития регионального бизнеса. Но здесь важно понимать, что есть территориальные очень важные особенности. И Екатеринбург в данном случае очень хорошо отвечает. И возможность им инвестировать в этот бизнес, что является, я бы сказала, первостепенной задачей. Поскольку поработать в этом бизнесе, не имея серьезного финансирования, крайне сложно. И выводить марки на рынок очень сложно, не имея средств. А поскольку мы понимаем, что в основном весь бизнес строится на франшизе, мало компаний и брендов, которые начинают оперировать этим бизнесом самостоятельно, и скорее это все-таки следующий шаг, то, несомненно, сначала надо найти того желающего, замечательного, который захочет в ту или иную марку вложить деньги. В сегменте гостиничного хозяйства это, несомненно, уже достаточно очевидная тенденция. И пятизвездочные хорошего класса гостиницы, они тоже являются частью бизнеса лакшери, и поскольку без них нет туризма, без них нет огромного количества аспектов важных для того, чтобы развивалась индустрия в целом, то можно даже начинать смотреть отсюда. И, конечно, в Екатеринбурге и Бутик Шанель, достаточно недавно открывшийся, и в целом развитие премиального сегмента торговой недвижимости как таковой и люксовых объектов, он на сегодняшний день, я бы сказала, стремительно растет. Здорово, здорово. Ну, мне все-таки недостаточно было. Вот Екатеринбург только звучал один. Достаточно сильно развиваются центры, приближенные к Москве, в частности, в Нижнем Новгороде, в Ростове, Сочи, несомненно, в преддверии Олимпиады. Я думаю, что мы, в общем, тоже видим достаточно серьезные инвестиции, которые вкладываются в том числе и в сфере лакшери, и с точки зрения и фэшена, и гостиничного хозяйства, и определенных видов услуг. Но говорить в целом о том, что в регионах сейчас бум и всплеск лакшери, конечно, тяжело, поскольку мы все-таки говорим об очень нишевой аудитории, которая может себе это позволить. Поэтому, конечно, это все-таки достаточно серьезное зонирование, а не то, что от Москвы до Владивостока, включая Петропавловск-Камчатский, у нас все кинулись открывать модные бутики и вкладывать в это миллионы евро. Пока, к сожалению, пока еще ситуация немножко не такая. Ну, поживем, увидим. Давайте вернемся к самому началу. Итак, сегмент лакшери, лакшери, премиум сегмент. Если можно, там, может быть, какие-то профессиональные термины, о чем речь-то идет все-таки, может быть, не всем понятно? Вы знаете, всегда очень сложно сказать, что такое лакшери. Для каждого это понятие свое, потому что это, по сути, для кого-то это владение частным самолетом, а для кого-то это покупка премиального алкогольного напитка, может быть, того, который не позволяешь себе с понедельника по пятницу, а в субботу хочется порадовать себя по прошествии недели. Разница между премиальным и лакшери-сегментом, она достаточно размыта. Есть много официальных неких статистических данных, что же туда, что можно отнести к сегменту люкс, что нельзя. Скорее, там, я бы все-таки сказала, что лакшери-товары – это то, что мы не можем позволить себе каждый день. Это достаточно индивидуальный термин для большинства людей. И, несомненно, это предметы, которые, на мой взгляд, уже обладают очень серьезным, скажем, статусным значением, нежели премиальные или, как мы их называем, люксовые сигареты или какие-то предметы ежедневного обихода. Кстати, вот, говоря, вспоминая о Катеринбурге, вспомнили и Бутик Шанель, который там появился. Это все-таки, я так понимаю, бренд лакшери, да? Глобально, да. Глобально, но в то же время… В то же время вы можете позволить себе пойти в магазин и купить замечательный флакон духов, и он будет доступен. Поэтому вот именно по этой причине и сложно сказать, да, для кого что является предметом лакшери, а кому-то и пойти купить дорогостоящий пиджак Шанель является, в общем, исключительно задачей выделить время и доехать до Бутика. Скорее, все-таки, если обсуждать роскошь как таковой, то это предметы искусства, антиквариата, это самолеты, вертолеты, то есть все-таки более, назовем так, глобальные категории, нежели, вот как уже сказала, ежедневного значения, общедоступные. — Хорошо, значит, тогда возвращаемся теперь уже к разговору о географии. В России, насколько я понимаю, ну, учитывая, что современная Россия, да, а точнее, современная капиталистическая Россия, может, кому-то это сейчас не понравится, да, название, но она не так давно существует. Я так понимаю, что и люксовые предметы вот эти, да, сегмент лакшери тоже не так давно в России представлены. Когда это появилось? — Грубо сказать, что это появилось где-то в начале 90-х, когда появились первые товары уже действительно, хотя, опять-таки, тоже неправильно, они появились с момента появления березок в нашей стране, да, когда и джинсы были люксом, и спекуляция на улицах, небезызвестный, мы все помним замечательный фильм «Самообаятельное и привлекательное», когда жены дипломатов неприсоединившихся стран покупали джинсы в всевозможных квартирах у частных спекулянтов. Оно появилось тогда, и люди всегда стремились жить красиво, жить лучше, чем многие остальные, и позволить себе действительно то, что сначала покупалось за границей, потом покупалось у спекулянтов, и, конечно, именно с начала 90-х мы уже с изменением, прежде всего, экономико-политического строя нашего государства, получили возможность покупать эти товары здесь, получили возможность путешествовать и покупать еще даже больше уже за границей, что является тенденцией сегодняшнего дня. И, в общем-то, отвечая на ваш вопрос касательно регионов, то важно отметить, что вложение в региональный сегмент люкса, он очень сильно останавливается именно тем фактом, что люди стали очень мобильны. И глобализация нашего населения, та скорость, с которой мы путешествуем, выезжаем с границы и покупаем все там, опять-таки, с точки зрения стоимости, с точки зрения ассортимента, конечно, это достаточно сильно тормозит развитие регионов, поскольку для человека поехать за границу в Париж, в Милан, в Лондон, в Нью-Йорк, и не купить себе что-то там, но это, по сути, преступление. А то есть специально поехать, да? То есть специально поехать в тот же день? Или специально, или не специально, поскольку и бизнес тоже глобализируется. Поэтому, конечно, люди перемещаются гораздо больше, чем они это делали и 10, и 15, и 20 лет назад. Но все равно наша советская ментальность не позволяет нам выехать из Милана, не сделав покупку. Ну, вроде как, приехал надо. Ну да, отметиться надо. Отметиться. У каждого этот момент отмечания, он, конечно, выливается в те или иные свои собственные финансовые расходы, но, тем не менее, когда видишь достаточно серьезную разницу в цене, она по многим брендам, не по всем, но по многим брендам она действительно ощутима и заметна. Поэтому, конечно, вот эти тенденции в перемещении и в увеличении количества покупок, сделанных нашими гражданами за пределами Российской Федерации, оно достаточно большое. То есть, другим словом, можно сказать, что зачем в регионе открывать бутик известной марки, если я знаю прекрасно, что жители этого региона частенько, да, имеют возможность поехать в тот же Милан и приобрести там гораздо дешевле. Несомненно. Спасибо огромное. Прервемся. Новости на Финам.фм, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир бизнес-класса на Финам.фм. Сегодня говорим о сегменте лакшери, как строится бизнес в этом сегменте. Обсудим актуальные тенденции. В гостях Татьяна Познякова, президент компании BSG Luxury Group. И напомню, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании финам.фм. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нам, ну и если найдете время и возможность, ответьте на вопрос, насколько часто вы сами совершаете, да, покупки или пользуетесь услугами сегмента лакшери. Татьяна, продолжим наш разговор. Если можно, два слова буквально о компании BSG Luxury Group, чем она занимается, ну и вот становление ваше в бизнесе. За эфиром вы мне рассказывали о том, что вы уже достаточно, да, долго занимаетесь. Очень. Можно сказать, да, практически с самого начала становления этого бизнеса. Компания BSG была создана в 2006 году. До этого мой личный опыт был связан с международными компаниями. Больше восьми лет я работала именно в сфере маркетинга, премиального и люксового сегмента, но на стороне западных экспертов и западных компаний. Компания BSG, как и многие бизнесы развивающиеся, сильно изменилась с 2006 года. Мы начинали прежде всего как маркетинговый консультант и партнер многих брендов, присутствующих в России или выходящих на российский рынок. И это был достаточно такой серьезный челлендж для нас, поскольку важно не только вывести, а иногда важно остановить от выхода тот или иной бренд. У вас, кстати, опыт был такой? Да, у нас очень серьезный был проект, в результате которого мы остановили запуск. Он был связан с водочным бизнесом. Это была западная компания, базирующаяся в Италии, достаточно известная, но не хотелось бы называть конкретных имен. И в результате полугодового исследования и проекта, который мы делали совместно, мы действительно сказали, что вам не надо это делать, поскольку это будет колоссальная ошибка для бизнеса. Послушали вас? Послушали и потом очень сильно благодарили. У нас, на самом деле, надо отдать должное. Я очень люблю наших клиентов, потому что все действительно очень... Мы со своей стороны, они со своей болеем за результаты, работаем прежде всего, отталкиваясь от этого, а не от каких-то, наверное, финансовых задач. Именно поэтому он и удается. Неважно, компания выходит, или наоборот, порой важнее остановить. Вовремя встать. Вовремя остановить, да, для того, чтобы не было уже финансовых каких-то потерь. Тем не менее, начиная именно с такого серьезного консалтинга, мы с 2006 года работаем в направлении и пиара, и ивентов маркетинга, который тоже, в свою очередь, очень сильно за это время поменялся. И говорить о том, что... Ваш конкретный или, в принципе, в России отношение... Я бы сказала, и у нас, и в России. Что-то переросли мы, как компания. Потому что тоже на определенном этапе ты готов сначала унижаться за деньги и делать, может быть, не самые приятные для себя вещи, идя где-то, в общем-то, на поводу у клиента и порой пытаясь найти компромисс между тем, что ты веришь, как оно должно быть, и тем, что хочет клиент. Вот это всегда очень сложная грань, и важно соблюсти и свои какие-то амбиции, и свое некое эго, как профессионала и специалиста в этой области. И вместе с тем постоянно обращаешься к фразе «клиент всегда прав». Вот здесь мы балансируем. У нас были клиенты, от которых мы отказывались, именно в связи с тем, что не до конца были... не готовы были делать, ну, назовем так, тупо, следовать пожеланиям. На ваш взгляд, он не совсем был прав, этот клиент? Сильно не прав. Сильно не прав. Когда не совсем, еще можно найти какую-то точку соперикосновения. Когда уже сильно, и ты понимаешь, что за этим стоит твоя репутация и имидж компании, то здесь уже, конечно, иначе оцениваешь эту ситуацию. На сегодняшний день мы по-прежнему много занимаемся бизнесом в направлении пиара. У нас большое количество клиентов, которых мы обслуживаем. Прежде всего, это клиенты в направлении премиума-лакшери. Вместе с тем, большим очень направлением нашей деятельности является сегмент премиальной люксовой торговой недвижимости. Как правило, это достаточно большие торговые центры. Ну, опять-таки, большие для этого сегмента. То есть мы не говорим о мегамоллах, площадью там от 100 тысяч метров. Мы говорим о сегменте премиальной недвижимости. Это приблизительно между 10 и 70 тысяч метров. Опять-таки, говоря о 70, то здесь это некая комбинация люкса премиального и премиального масс-маркета, если так можно его называть. Поэтому в сегменте торговой недвижимости мы очень серьезные сделали шаги. И за последние несколько лет, пожалуй, стали лидирующей компанией, занимающейся не только консалтингом, но и полным редевелопментом, и девелопментом, и стратегическим консультированием наших клиентов. И многие из наших объектов, вот в частности, один из текущих наших объектов, это торговый центр Гиминей, который за полтора года мы из, в общем-то... На Якиманке. Да, это Якиманка-22. Это как можно назвать? Ре-девелопмент? Это ре-девелопмент, да. Это процесс ре-девелопмента. Мы знаем советский магазин еще, да? Да. Из советского магазина. И, в общем-то, он таким был даже два года назад, когда мы только пришли как консультанты на этот объект. Сейчас вы можете увидеть Гиминей совершенные в ином облике. Внутри, видимо, потому что я периодически проезжаю мимо, он внешне-то тот же самый, мне кажется. Там изменилась серьезно подсветка внешняя, то есть понятно, что фасад не поменялся. И в данном случае это диктует... А хотелось бы все-таки, да? Очень хотелось бы. Если бы была возможность, да, вот с нуля. Большим удовольствием. Потому что он, конечно, кондово выглядит все равно. Вы понимаете, здесь вопрос не только наших пожеланий. Здесь, конечно, всегда легко, намного легче и проще построить с нуля, чем менять то, что было уже сделано кем-то до тебя. Не всегда есть возможность, да, технологическая возможность. Это старая постройка уже. Вы абсолютно точно заметили то, что касается технологической возможности. И несмотря на то, что советское строительство, оно действительно было очень капитальным, и мы это видим даже по тем нагрузкам на перекрытия, которые есть, строили так, чтобы точно ничего... На века. На века. Но с точки зрения, например, фасада, то сделать какие-либо инновации и внедрить технологии было вообще невозможно. Более того, есть такое понятие, как колористический паспорт той или иной улицы, и если он всегда был в таких красно-кирпичных тонах, то сделать его синий-голубым не представляется возможным. Ну, если вспомнить советские времена, то красный кирпич – это признак... Это наш любимый цвет. Совершенно верно. Это признак уже элитности, да, элитарности здания из красного кирпича. Это круто. Ну, на сегодняшний день, конечно, такие объекты, мы их очень любим, потому что к нам приходят собственники, либо купившие тот или иной объект, либо построившие его достаточно давно без стратегии, без понимания, как это было на рубеже начала 2000-х. Только ленивый не создавал торговый центр. Это было самым таким... Причем несколько ленивых. Один ленивый построил, второй через 10 метров еще один построил, третий еще через 20 метров. И ни один из них до конца не понимал, зачем он это делает, и что там будет продаваться. Любой торговый объект – это такой живой организм, и он не может существовать исключительно на уровне теории строительства. Можно сколь угодно много строить, замечательное жилье и здания, но торговый центр – это все-таки такой объект, уже требующий досконального к нему внимания и знания этого бизнеса. Живой организм. Да. Поэтому получилось, что мы... Я прошу прощения, у нас есть звонок. Давайте, учитывая, что пару минут у нас осталось до перерыва. Семен, день добрый, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос, я, к сожалению, не сразу присоединился к вашей беседе. Вопрос гостей. Все-таки лакшери слово предразумевает некий, ну, в продуктовом смысле, да, некий клиентский сервис, действительно качественный. Если мы положим на весы продукт и клиентский сервис и качество обслуживания, что все-таки для гостей важно и как в этом плане... Что важнее, да, Семен, что важнее? Да, да. Спасибо. Спасибо большое. У вас замечательный вопрос. На самом деле вы, я бы сказала, подняли один из краеугольных камней этого бизнеса и очень большую проблему на сегодняшний день. И, с одной стороны, в России мы видим, что у нас с сервисом все замечательно, когда мы захотим, и когда люди замотивированы оказывать качественный сервис. С другой стороны, я лично, будучи, скажем, внутри этого бизнеса, вижу очень большую лень со стороны многих людей, в частности персонала избалованного. У нас во многих случаях продавщица в магазине чувствует себя почему-то, ну, если не на равных, то почти что, с покупателем. И если взять, скажем, зарубежный опыт, то я бы сказала, что тоже в зависимости от того, о какой стране мы будем говорить, есть очень качественный сервис, есть менее качественный. За последние 10 лет я вижу существенные изменения, по крайней мере, в бутиках мировых марок, что сервис улучшается. Но, тем не менее... Здесь в России. Здесь в России. Но, тем не менее, я вижу также тенденцию, когда компания, правообладатель или же владелец франшизы пытается сэкономить и взять более дешевый персонал. Потому что все у нас... Что такое сервис? Это люди. И это человеческий фактор. Можно сколь угодно много делать, проводить тренинги, вызывать лучших мировых специалистов, которые будут говорить, начиная от внешнего вида, поведения, извиняюсь, чистоты ногтей продавщицы. Но дальше это вопрос все равно финансирования этого бизнеса. И во многих случаях мы видим, что много региональных продавщиц приезжающие, которые просто не понимают, что такое качественный сервис. Мы видим такой же... Вот буквально имела недавний опыт полета с одной очень известной авиакомпанией, в котором, хотя независимо от того, что, в общем-то, не дешевый авиабилет, и это был бизнес-класс, отсутствует сервис как таковой. И, Таня, мы сейчас прервемся, я вынужден вас прервать, послушаем рубрику «Вне времени», а потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в студии Татьяна Познякова, президент компании BSG Luxury Group. И говорим мы о сегменте лакшери, об актуальных тенденциях. Я напомню, телефон студии 651099.6, код города 495, сайт компании финам.фм. Вы можете к нам присоединиться, задать свои вопросы Татьяне, как профессионалу этого дела, который долгое время уже занимается этим сегментом. И ответьте на мой вопрос, если найдете возможность такую. На ваш взгляд, насколько актуальны в Российской Федерации этот сегмент? Ну, на ваш взгляд. Итак, Таня, отвечаем на вопрос Семена. Представил он нам, ну, вы согласились с этим, да? Да. Представил он нам некие весы на одной чаше которых продукт, на другой чаше услуга, сервис. И вот, исходя из вашего рассказа, в России все-таки, да, это дисбаланс еще пока. Вы знаете, если говорить откровенно, то, наверное, глупо было бы ставить это на две чаши весов, потому что лакшери бизнес – это бизнес деталей, мелочей. И сложно сказать, что главнее – это товар или это сервис. Это все работающий механизм, как часовой, где каждый винтик имеет свое значение, не просто так существует в том или ином механизме. И здесь абсолютно та же самая история. Вы можете получить потрясающий продукт, отличный сервис, но грязный магазин. И вы точно так же скажете, ой, ну как-то больше я сюда не приду. Или невнимательного или невежливого охранника хама, который на выходе вам как-то что-то неприятное сказал. Точно так же витрины, оформление магазина – это все имеет такое колоссальное значение. То есть этих нюансов-то предостаточно. Да, что нюансов очень много. И сказать, что важнее – это так же, как что первое – курица или яйцо. Это такой же спор. Потому что вы можете получить потрясающий сервис, а на выходе иметь некачественный продукт. И тогда, конечно, вы еще больше будете расстроены, поскольку вас-то, в общем, облизали и поцеловали, и спасибо сказали, а вы домой пришли и остались недовольны продуктом. Лакшери бизнес – он потому и очень сложный бизнес, что в нем нет компромиссов. И вот эта бескомпромиссность этого бизнеса, она для очень многих людей губительна. И очень многие люди не выдерживают именно вот этой перфекционности. Конечно, ведь если посмотреть на сегодняшний день на рынок лакшери, то, несомненно, 80% – это огромные компании. В частности, компания, с которой мы работаем по ряду направлений. Огромные мировые все-таки, наверное? Нет, я имею в виду российский. Если взять российский лакшери бизнес, то он все-таки имеет свою определенную концентрацию у больших игроков в этом сегменте. В частности, Mercury – компания наша партнерская, мы тоже очень много работаем в разных направлениях. Это, несомненно, прежде всего, команда экспертов и людей, знающих этот бизнес, идеально. Но если взять оставшиеся, я имею в виду Mercury, Bosco и крупные игроки, если взять оставшийся сегмент, у нас же очень модно. Есть деньги у мужа, супруга решила пойти заниматься фэшеном. Открываются магазины, каким-то образом за нереальные деньги выбиваются франшизы у владелец брендов, потому что предложила больше и место готова оплатить лучше для бутика. Что, в общем-то, и основная задача любого обладателя прав на марку – это чтобы его бренд был представлен в самом лучшем лакешне, который только можно пожелать. У кого-то это должен быть отдельный особняк, у кого-то это первый этаж, отдельный вход с улицы и так далее. Но глобально пришла дама с большими деньгами, год-два поупражнялась на деньги супруга, бизнес закончился, потому что это действительно при всей красоте внешне этого бизнеса он очень сложный. И только лишь знание всех нюансов и вот этих мелочей они и делают из лакшери лакшери, потому что, согласитесь, все остальное – это в общем-то и целом некая начинка, и она может быть одинаковой. Вот этот печальный рассказ про даму, я что-то так расстроился, бедняжка она. Она почему не справилась? Ну понятно, что у нее нет навыка, не бизнес-вумен, у нее нет навыков каких-то профессионалей. Но она же всегда может, учитывая, что у супруга деньги-то еще не кончились, не совсем кончились еще, она всегда может нанять профессионального управляющего, какого-то аналитика, я не знаю, профессионального. Вы знаете, если бы было легко нанять профессионального управляющего, я могу вам сказать, что мы, как компания, вот моя компания BSG, для нас ключевой вопрос нашего собственного роста являются наши сотрудники. У нас на сегодняшний день достаточно компактная команда в силу того, что на рынке очень мало людей, действительно понимающих в лакшери. Это, во-первых, и очень дорогие люди, а во-вторых, человеку должно быть интересно. И, учитывая некий дефицит рабочей силы, скажем, кадров, профессионалов в этом сегменте, человеку гораздо приятнее пойти работать не в маленький магазинчик, пусть даже с известным брендом, а в большую фэшн-компанию, чтобы быть частью индустрии. Поэтому даже вопрос не всегда о финансировании, а в некой личной мотивации. Она бы больше предложила денег. Она бы предложила больше, но, во-первых, для человека тоже есть определенные риски, что сегодня она предложила столько, а через два месяца ей надоест, и на этом все закончится. А у человека все-таки есть резюме, есть опыт, и годы-то идут. Поэтому тратить их тоже как-то бездумно не хотелось бы. И в связи с этим это самый останавливающий, я бы сказала, фактор для того, чтобы рос вообще бизнес в России, и люксовые в том числе. Прежде всего, это люди, кто в этом понимает. А чтобы в этом понимать, нужно этой жизнью как минимум интересоваться, а в идеале жить. Вы не сможете оценить качество. Можно, конечно, теоретически прочитать 20 книжек про самолеты, но вы глазами потребителей, если вы работаете в сегменте частной авиации, пока вы на них не полетаете и не поймете, что чувствует физически человек, который находится в салоне частного самолета, вы не будете говорить с ним на одном языке. А ведь это необходимо. Вы не можете продать человеку потрясающий дом за 20 миллионов евро, если вы не покажете ему вот на эти детали, на эти детали. Это все, это надо чувствовать. А что в этом доме, собственно, да? Именно поэтому у нас большая проблема с нехваткой качественных брокеров в сегменте элитной недвижимости. Их единицы. А так приходит человек из плюс-минус масс-маркетового агентства по поиску недвижимости. И она не понимает, что у человека, который ищет квартиру за 200 тысяч долларов или за 20 миллионов, это диаметрально разные люди, и общаться с ними надо по-другому, и выглядеть надо иначе. И это тоже такая большая, очень комплексная уже история, в которой тяжело найти людей. Понятно, что если ты можешь сама позволить себе дом за 20 миллионов, ты не пойдешь его продавать. И точно так же в каждом из сегментов люксового бизнеса. И поэтому все-таки, прежде всего, это знание, это опыт, это некий, я бы сказала, кругозор человека, его возможность путешествовать, потому что то, что мы видим на сегодняшний день в России, то, что мы видим за ее пределами, это все-таки очень сильно разные вещи, если мы говорим о лакшери. И, прежде всего, о фэшн-бизнесе, даже достаточно посмотреть на наши витрины, как они оформлены в Москве, и как они оформлены в Нью-Йорке, как они оформлены в Париже, в Лондоне. К сожалению, пока нам есть еще куда стремиться. Ну, здесь, может быть, еще, я предположу, сказывается некая ментальная составляющая. Вот в Лондоне так принято, а у нас принято вот так. Ну и что в этом плохого? Вы знаете, здесь вопрос все-таки, я бы сказала, вкуса. И то, что найти качественного и дизайнера, и декоратора в Москве, это достаточно сложная задача. Вопрос вкуса. И это помимо того, что определенные культурные особенности, национальные. Но они учитываются все же, национальные, да. Да. Это, опять-таки, отсутствие школы, образовательной школы. Плюс к этому я вижу тоже тенденцию, когда очень многие архитекторы, очень многие, назовем так, проектировщики в сегменте технологическом, в индустриальном, в автомобилестроении. Они учатся здесь, но потом они уезжают за границу. Почему? Потому что им предлагаются гораздо лучшие условия для работы там. Вот, скажем, это такой некий краткий анализ того, что происходит здесь. И, в общем, к чему нам надо стремиться, да. Потому что, опять-таки, если мы говорим о Лондоне, о Нью-Йорке, это туристические центры. И когда тот или иной торговый центр понимает, что у него проходимость несколько сотен тысяч человек в день, он имеет возможность вложить серьезные деньги в ту же самую витрину. Москва еще далеко не туристический центр. И я надеюсь, что планы нашего правительства по строительству 900 гостиниц к 2020 году, она реализуется, поскольку многие игроки, в том числе в фэшн-бизнесе, сейчас недосчитывают туристов. Если бы мы были туристическим центром притяжения, каким являются Лондон, Милан, Париж, Дубай, и у нас была бы для этого сделана инфраструктура, то, возможно, и наши показатели по продаже были бы чуть выше и лучше. Говоря о туризме, да, все-таки понятно, что не хватает действительно гостиниц. Это мы тоже многократно обсуждали. Говоря о туризме, то есть человек должен понимать, зачем он едет в той или иной город. Он же едет туда не на шопинг, все-таки, как в случае с Миланом, тем же самым. А, ну понятно, у него может быть есть командировка сюда, какой-то бизнес-необходимость. А Б, он приезжает сюда, чтобы что-то посмотреть. Но в Москве огромное количество этого самого что-то, что можно посмотреть. С одной стороны, да, вместе с тем в Москве все-таки есть определенные, я бы сказала, барьеры, которые ментальные. И для многих Россия так или иначе остается недостаточно, назовем так, мягко не очень цивилизованной страной. Поэтому, скорее, люди приезжают сюда как в диковинку что-то увидеть. Прежде всего приезжают, конечно, по вопросам, связанным с бизнесом. И до последнего момента, сейчас сложно судить, что будет после Олимпийских игр. Все очень сильно ждут, что же будет дальше. Но, так или иначе, как только Россия становится инвестиционно привлекательной, мы видим, что, конечно, количество приезжих людей, оно значительно увеличивается. Проекты, проводимые на международном уровне в Москве, они также к этому ведут. Люди приезжают, они сильно удивляются. Потому что то, как они рассматривали нас, находясь у себя дома, и увидев, что есть, как им рассказывали, да, и увидев, как это есть сейчас, конечно, это шокирующая разница. И особенно им приятно, что они могут, например, зайти в ресторан в любое время дня и ночи, и их обслужат, они спокойно смогут поесть. Не фастфуд, потому что половина, там, в четыре часа в Женеве все уже закрыты и ждут ужина. Да, мы в данном случае, вот опять-таки, это к вопросу сервиса. Мы настолько избалованы, и мы настолько обладаем свободными деньгами, что, конечно, каждый владелец бизнеса хочет сделать максимально комфортные условия для того, чтобы их заполучить. И вот в этом мы, я бы сказал, в более положительную сторону отличаемся от многих европейских стран, где все слишком регламентировано. Да, да, согласен. Два слова, буквально еще, Тань, вспомним мы о профессионализме, и вот ваша команда, как эти люди, да, как давно вы работаете вместе, и, в принципе, воспитывали ли вы их там кого-то, может быть, самостоятельно, или набирали изначально уже высоких профессионалов? В нашем бизнесе очень важно, чтобы у человека было внутреннее ощущение красивого, элегантного. Понятно, что образование является достаточно значимым. Но человек может быть очень умным, но не обладать чувством прекрасного для того, чтобы оценить в области ивентов, пиара и рекламы это первостепенные требования, чтобы просто отличить, это красиво, это дорого, это статусно, это модно, или это совершенно неинтересно и неактуально для богатого потребителя. Поэтому у нас очень много требований. Мы, как компания, очень лояльны к своим сотрудникам, потому что мы их ценим, они у нас на вес золота. И к нам, с одной стороны, очень тяжело попасть, поскольку очень серьезные испытания ждут каждого нового кандидата, но от нас по этой причине не уходят. А испытания как? Вы собеседование с ними жесткое проводите? У нас есть тестирование, у нас есть собеседование, и, как правило, проводится не одним человеком. Нам очень важно, чтобы человек обладал прекрасным английским языком, поскольку многие наши клиенты в большинстве своем, даже находясь в России, это западные компании, и вся переписка идет исключительно на английском языке, для, опять-таки, удобства дальнейшей трансляции. Поэтому люди ключевые, и мы их очень любим, особенно своих сотрудников. Это хорошо. Давайте еще раз новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня говорим о бизнесе в сегменте лакшери. В студии Татьяна Познякова, президент компании BSG Luxury Group. И еще раз 651099,6, код города 495, и сайт компании финам.фм. Это средство коммуникаций. Вы можете позвонить или написать нам на сайте. Ну что ж, Татьяна, продолжим эфир. Если можно, давайте структурируем теперь. Теперь все-таки более-менее понятно, что такое сегмент лакшери, хотя все-таки дифференциация есть определенная. Наиболее востребованы, наиболее популярны все же предметы вот эти люксовые. Они в каких отраслях? Это мода, прежде всего, да? Это мода. Это часы. Это ювелирный бизнес. Авиация. Автомобилестроение. Несомненно. Скажем, это то, что лежит на поверхности. Мне кажется, что сюда также нужно уже включать туризм, потому что на сегодняшний день область, назовем так, VIP или лакшери туризма, она также более чем развита. Это определенные услуги, которые получают люди, начиная от, опять-таки, туристических, это консьержи всевозможные, VIP-менеджеры и так далее, и так далее. Поэтому, скажем, глобально то, что известно всем, мы сами перечислили. Но есть еще большое количество нишевых историй, куда можно углубляться. Единственное, что не коснулись, это искусство, потому что на сегодняшний день искусство, вроде как и искусство, не только антиквариат, и современное искусство, это тоже определенное лакшери, и, наверное, даже гораздо в большей степени, чем тот же самый фэшн-бизнес, поскольку здесь и цена одного предмета, она несколько иная, и инвестиционная привлекательность совершенно другая. И все-таки вот сейчас, мне кажется, что с тем, как растет наш потребитель ментально, и насколько он сам развивается, для него лакшери все-таки это вещи, которые обладают определенным и качественным, и статусным, и, наверное, скажем, некой составляющей. Это не какие-то пустые безделушки. И вот здесь поэтому искусство тоже хочется включить. Оно все больше и больше становится, больше лакшери, чем все остальное, пожалуй. И эти тенденции мы тоже ежедневно видим. А, кстати, почему это так? Потому что вот в предметах искусства есть некая инвестиционная составляющая. Ну, вряд ли, да, дорогой пиджак я куплю, чтобы вложить выгодные деньги, а потом через 15 лет продать его по спекулятивной цене. Наверное, вряд ли. Ну, хотя тоже винтажные вещи порой ценятся гораздо больше, чем современное изготовление. То, что касается искусства, во-первых, это стало модно. И когда сильные миры всего... То есть модно именно связывать свои вложения с искусством, вот эта модность. Конечно, конечно. Если до этого вы летели из Лондона с пакетиком Гуччи, условно, Шанель, или какой-то мировой фэшн-марки, и это было очень здорово, то сейчас очень модно лететь с пакетиком, например, Сотбис. И тут уже вроде как понятно, о, человек побывал в аукционном доме. Неважно, с какой целью и задачей, но тем не менее... Пакетик взял, пакетик взял. Да, но уже как-то это более, скажем, статусно, это более престижно. То, что мы видим определенные тенденции, действительно связанные с некой модностью, это факт. Вместе с тем люди тоже уже наигрались во многие вещи. У всех, я даже наоборот бы сказала, что всем уже надоело заниматься фэшном и постоянно ходить по магазинам, устали. И по очень многим богатым людям вижу, что это скорее уже необходимость, нежели то удовольствие, которое когда-то получалось. Идешь в магазин, скупаешь коллекцию и суперсчастлив. Мне очень приятно видеть то, что люди, которые занимаются искусством, помимо того, что в общем-то это и достаточно модно, они действительно это делают с душой. Хотя есть, конечно, определенные персонажи, делающие это абсолютно бездумно. И их личные кураторы составляют им коллекции. И потом, когда просят оценить эту коллекцию с помощью того или иного эксперта, человек заходит в дом и видит, что покупалось все настолько безграмотно. Это не коллекция, это некий набор картин, которые присутствуют. Дорогих картин. Порой очень часто переоцененных, потому что этот бизнес, он вообще очень относителен с точки зрения стоимости того или иного предмета. Мало людей на сегодняшний день могут грамотно оценить. И очень много кто хочет на этом реально сильно заработать. Поэтому эти тенденции, они есть, и люди действительно, и инвестиционная составляющая, она сильно значима, поскольку, опять-таки, все зависит от того, как вы купили. Если вы бездумно купили за дорого, то и через 10 лет вы можете продать за приблизительно те же деньги. А то и дешевле может быть. А то и дешевле. Поэтому настоящие коллекционеры, они действительно ищут правильные работы за определенно правильные деньги. Тогда это инвестиция. А повесить у себя в спальне только потому, что вроде симпатичный и сочетается с обоями, это уже дань моде. Сочетается с обоями, это сильный аргумент. Это дань моде и желание девушке сказать, посмотри, вот у меня Ивазовский над кроватью. Как он сочетается с обоями. Как он сочетается, да. Вот, поэтому искусство тоже сейчас очень даже актуально. Наверное, даже больше, чем самолеты, которые все любили 6 лет назад, а сейчас не понимают, что с ними делать. Ну вот, кстати, любили самолеты 6 лет назад. То есть можно было сказать, что 6 лет назад была мода на самолет. Да. Вот мода прошла. Да. Может произойти это и с предметами искусства, и со всем остальным. То есть все-таки вот в сегменте лакши наблюдается эта мода? В плохом смысле слова. Наблюдается. Она в любом сегменте наблюдается. Если человек это делал по убеждению, то для него это незначимо. А если он делал для того, чтобы показать соседу, что у меня тоже висит искусство на стенах, и это все подлинники, и я вкладываю не меньшие деньги, то, в общем, таких людей пока еще остается много. И будем надеяться, что их культура все-таки будет позволять им это делать осмысленно. Тогда это и приятно. Ну уж, по крайней мере, если мы говорим о предметах искусства. Да. Какое-то знание этого предмета. Сейчас модно искусство дарить. Мы много работаем с частными богатыми клиентами и составляем для ряда компаний подарочные фонды. Искусство входит в то число любимых подарков вместе с иконами или с какими-то дорогими книгами, которые сейчас статусно принести либо в дом, либо бизнес-партнеру. Это вроде показатель твоего класса, статуса и, скажем, правильности. Ну и отношение к тому, кому ты даришь. Тань, смотрите. Нет ли парадокса вот в чем? Мы говорим все-таки преимущественно о сегменте лакшери, как о сегменте, в котором продаются дорогие товары и услуги. Дорогие. При этом мы смотрим по сторонам и говорим, российская экономика замедляется. Мировая экономика в кризисе или там постепенно выходит из кризиса. То есть акценты, ну если как бы нормально смотреть на эти вещи, акценты как раз не на предметы люксовые, а на предметы обычные. Ну, другими словами, выжить бы в этой ситуации, а не позволить уж тебе какую-то роскошь. И, тем не менее, да, вы говорите, что все-таки спрос на товары в этом сегменте растет. То есть можно говорить о том, что люди, которые покупают дорогие товары, они как-то, они оторваны от действительности. Давайте с вами посмотрим на статистику. 2013 год Россия показала по разным оценкам порядка 80% рынка роскоши рост. Да, мы пришли к цифрам до кризисного масштаба. В Китае плюс 20%, Европа минус 1%. Опять-таки, у всех разная статистика, потому что лакшери тот бизнес, который очень сложно оценить. А, никто не хочет говорить реальные цифры. Б, сложно понять, кто их физически делает. Да, туризм или, соответственно, местное население и это местное потребление. То, что мы видим, тенденцию на сегодняшний день, я бы не стала говорить о лакшери глобально. Это растет, да, лакшери бизнес растет или падает. Надо говорить локально о каждом из сегментов. Люди привыкли красиво одеваться. Они не перестанут ходить в дорогие бутики и в пользу мегамолов с масс-маркетом. То есть в сегменте фэш. В какой-то момент они... Есть определенная переориентация. До этого любили более массовые бренды, которые были с высоким показателем бренда awareness. Так называемая бренда логомания. Сейчас люди хотят, если человек может себе позволить, более tailor-made вещи, шитые на заказ. Это еще дороже. И это уже показатель определенного уровня и статуса. А неизвестный логотип у тебя на спине. Чтобы все понимали, в каком-то костюме, футболке... Это уже становится даже мавитоном. Это становится мавитоном, да. И сейчас мы видим эту тенденцию исключительно на уровне молодежи. Поскольку единственная возможность у них выделиться, это показать какой-то... Сделать такой фрагмент шоу-офф. У меня часы такие, штаны такие, кроссовки вот эдакие. Для человека все-таки от 35 лет, назовем так, а это основная уже категория потребителей лакшери, меняются ориентиры. Также и лакшери бизнес меняются. Появляются новые продукты, появляются новые марки. Появляются в каждой из категорий. Поэтому, если в одной категории падает, то есть категории, действительно набирающие достаточно большие обороты. Поэтому глобально, конечно, мы видим, пока на сегодняшний день мы видим рост. Особенно у стран типа Китай и Индия, где он очень ощутимый и очень заметный. А Россия тоже здесь, если поделить по сегментам, то что-то падает, что-то растет. Есть все-таки момент перенасыщения. И мы тоже не должны о нем забывать, потому что в тех или иных категориях, если взять ювелирные украшения, то здесь перенасыщение условно. Каждый день можно менять колечки, сережки. И тем более, что это, если особенно говорить о женской направленности. В автомобилестроении то же самое. На сегодняшний день рынок достаточно стабилен. И тройка лидеров чувствует себя уверенно. Люди меняют машины. Невозможно купить 5 лет назад, и 5 лет на ней есть. Как правило, раз в 3 года человек машину меняет. Соответственно, кто-то должен их делать, и у кого-то продажи, они есть. Очень важно понимать, в каком бизнесе и на какую целевую аудиторию. Потому что, в общем, я считаю, что это был провал компании Mercedes с Maybach. Они не смогли точно рассчитать, зачем человек будет покупать этот автомобиль. И, соответственно, его продажи прекратились. И во многих областях также надо смотреть вглубь проблемы, о чем мы говорим. И тогда уже можно делать выводы. О чем мы говорим, на кого мы рассчитываем. И тогда можно делать выводы, что же все-таки падает, а что растет. Но то, что люди хотят жить хорошо, и они уже привыкли к этому, пока на Земле есть богатые люди, есть лакшери-сегмент. Хорошо. Спасибо огромное. Татьяна Познякова, президент компании BSG Luxury Group, была сегодня в студии бизнес-класса. Мы обсуждали тему, как строится бизнес в этом сегменте, говорили об актуальных тенденциях. Ну и Таня ответила на вопрос. Спасибо огромное. И вам. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Как всегда, услышимся завтра. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания. Продолжение следует...